ВЕГА ФЛАУРС ГАЛЛЕРИ Я там занимался многими видами спорта. А так сейчас народ вообще не занимается толком. Я вот сам с Чукотки. У нас там 2-3 секции всего лишь. Раньше было больше намного. Народ занимается, молодежь, как говорится, так. Постоянно в телефонах сидят и дома с компьютером. Больше ничего не делают. Я занималась хореографией, занималась в музыкальной школе. Сильно загруженности не ощущала. Нынешние детки, в зависимости от родителей, кто-то много внимания уделяет своему чаду, кто-то, наоборот, не считает нужным. То есть я считаю, это в зависимости от семьи и от личных пристрастий родителей. Гуляли, спортом занимались. Ну, сейчас молодежь, конечно, она, как бы сказать, современней. Более загружена в учебе. Я с 12 лет был участником школы юных археологов в Центре творчества юных. Что касается современной молодежи, к сожалению, не могу вам сказать ничего, нет соответствующей информации. Сейчас более загружено, конечно, потому что сейчас более разнообразно. Много новых, да, интересных, вот. Более разнообразные кружки. Мне было интересно загрузиться, значит, на все секции, на все кружки, на все мероприятия. Вот, а что касается сейчас, то у ребят больше возможностей вообще-то, чем было у нас. И у них более такие творческие педагоги, чем были у нас. Нас строили, давали флаг, значит, пели песни, наш паровоз вперед летит. Сейчас этого нет. Сейчас больше, значит, идет развитие творческих способностей ребенка. Это прекрасно, это классно, это просто супер. Я в юнарском кружке занималась, любила с животными, на танцы ходила, в танцевальном занималась. Просто носились на улице, играли, бегали. Современные, мне кажется, ну как, сейчас это не секрет, все знают, что в основном гаджетами занимаются. Эти еще малышня, мы еще с ними на площадках гуляем. А чем старше, тем, мне кажется, больше по домам сидят, к сожалению. Ну вот если есть свободное время, ничем не занятое, то вместо того, чтобы на улице гулять, по-моему, в основном все сидят в телефонах сейчас, на мой взгляд. У нас было больше свободного времени для всех кружков, секций спортивных. Мы все очень много занимались, причем это даже не было платно в наши годы. Поэтому кто хотел, кто кем занимался, чем тем и занимался. Библиотека обязательно, ну куча было кружков, да. Я сейчас как-то больно, слишком загружены дети, почему-то сидят, школа поприличнее считается, там вообще бедные дети, по-моему, объем невероятнейший. В детстве занимался легкой атлетикой, занимался баскетболом, мини-футболом. В наше время, безусловно, спорт детский более развитый, потому что условия и сама мода, спортивный образ жизни. И просто я человек из 90-х, и в мое время все секции закрывались, все рушилось, не было перехода с советского режима государственного, то есть все было брошено, и, соответственно, молодежь была без присмотра. Сейчас совершенно другой образ, совершенно другая инфраструктура, возможности. Я своих детей даже разгрузил от перезагруженности. Мы, как родители, скомпенсируем свои недостатки, и все, что мы не реализовали в детстве, нагружаем на детей. И, допустим, детей отдают в 3-4 года, они ходят на 4 секции. Родители ходят на секции, а не дети.